В предыдущем видео вы ознакомились с системой блокбоксов, как управлять и передвигаться между ними. В этом видео мы подробно остановимся на каждом блокбоксе, чем они управляют, какую информацию показывают и как их используют для своего преимущества. Секция времени кругов дает вам беглый обзор сессии и является первой страницей в системе блокбоксов. Во время практики или квалификации отображаются наш текущий круг, позиция по скорости прохождения круга, время оставшегося до конца сессии, текущее время круга, время последнего круга, время лучшего круга и счетчик инцидентов. В гоночной сессии в секции времени кругов появляются секции интервалов до пилотов впереди и позади вас, зафиксированные на момент пересечения старт-финишной линии, а также ваша текущая позиция в гонке. В ралли-кроссе вы можете обнаружить информацию по джокер-кругам, отображая сколько джокер-кругов вы прошли и сколько осталось. В секции положения пилотов отображаются все пилоты, что находятся в сессии, отсортированные в порядке скорости прохождения круга во время квалификации, а также по позициям в гонке по состоянию пересечения старт-финишной линии. В мультиклассовых гонках номера машин выделены каждым своим цветом, вы можете перемещаться вверх и вниз по таблице, используя клавиатуру или колесико мыши. Секция относительной таблицы отображает пилотов в сессии и близость к вашему автомобилю. Вы всегда выделены оранжевым цветом и ваше время всегда равно 0,0. Машины с отрицательным числом находятся позади вас на треке, а с позитивным числом впереди вас. Имена пилотов белого цвета означают, что они находятся с вами в одном круге, красное, что обгоняет вас на круг или больше. Голубого цвета те пилоты, что отстают от вас на круг или более. Прозрачные имена сигнализируют в том, что машина в пятах. В ралли-кроссе имена, выделенные голубой строкой, говорят о том, что пилот на джокер-круге. Голубая иконка джокера показывает, что пилот проехал все необходимые джокер-круги и количество таких кругов. Секция топлива позволяет выбрать, сколько топлива доливать во время пидстопа, также текущий объем топлива и расчет количества кругов на оставшееся топливо в баке. Берите во внимание эти расчеты, чтобы быть предусмотрительным. В применимых автомобилях также можно найти опцию очистки лябового стекла, применимой вашей командой до следующего пидстопа. В сериях, где доступны быстрые починки, позволяющие мгновенно и полностью починить ваш автомобиль в пидбоксах, опция, позволяющая это сделать, находится вот здесь, вместе с указанием количества оставшихся быстрых починок. Секция покрышек позволяет менять давление в колесах, которое вам поставят на следующих пятах. Изменение значений означает, что изменение вступит в силу только после замены колес в пятах. В зависимости от автомобиля изменяется и порядок замены колес. В некоторых автомобилях порядок смены колес может быть произвольным, в то время как в других меняются только боковые пары, или только все сразу. Вы также сможете найти дополнительные опции и информацию по покрышкам, включая количество оставшихся комплектов. Помните, один сет покрышек представляет собой 4 покрышки по каждой стороне их размещения, так что планируйте тщательно. Например, в овальных гонках, при доступном одном комплекте покрышек и замене только правой боковой парой, вы не можете сменить покрышки на той же стороне еще раз, только лишь для левой стороны. Секция информации по покрышкам показывает их износ и температуру всех 4 покрышек по 3 разделенным сегментам. Эта информация обновляется только при совершении питстопа, или экстренного возвращения в него. Информация, полученная с комплекта покрышек, на котором вы заехали в питы, может оценить их износ сквозь призму расхода топлива и погодных условий, а также информация спустя 2 или 3 стинта будет очень полезной для вас. Секция настроек питстопа позволяет выбрать изменения настройки автомобиля и установить их во время питстопа. Например, большая часть стокаров в iRacing позволяет вам изменять заднее правое и заднее левое смещение пружины или клин, а также количество клейкой пленки на радиаторе. Болиды F1 и IndyCar позволяют изменять настройки крыльев во время питстопа. Проверьте эту секцию во время гонок, чтобы знать, какие изменения вам доступны. Так же, как секция настройки питстопа, секция внутри автомобильной настройки разнится. Для каждого автомобиля предоставляет всяческие функции настройки во время гонки. Например, в Делларе доступны изменения весового домкрата, критические настройки, что влияет на баланс автомобиля при сжигании топлива. Функция класса LMP1 охватывает карту топлива, подвески и других настройок автомобиля. Большинство стокаров позволяют изменять лишь тормозное усилие, что контролирует его распределение. Автомобили с LED-приборной панелью имеют разные варианты отображения панели. И снова-таки, убедитесь в доступных функциях автомобиля, на котором собираетесь соревноваться. Секция отображения кокпита включает в себя все настройки позиции пилота в кокпите и зеркал. Настройка последних находится на вершине секции и позволяет подстроить под себя каждое зеркало автомобиля. Настраивайте угол обзора. Это не увеличение, как линза рыбьего глаза. Низкое значение дает узкий обзор, а большее значение – широкий обзор. Настройки этой секции обычно поддаются незначительным изменениям в зависимости от автомобиля. Чтобы настроить угол обзора, правильно используйте секцию дисплея в настройках графики. Изменение угла обзора относительно горизонта содержит изменение перспективы внутри автомобиля относительно вашего монитора. Опция изменения роста пилота меняет положение камеры относительно размещения в автомобиле. Секция радио дает вам настройку внутриигрового радио, позволяя менять доступные каналы, коммуницировать в них, а также добавлять свои в обоих секциях. Чтобы добавить новую частоту, просто впишите название в секцию. Вы также можете нажать кнопку T для открытия чата и таким же образом добавить новую частоту, вписав ее название. Функция отслеживания позволяет отключить или включить отслеживание ненужных радиочастот. Функция удаления позволяет удалять созданные вами каналы связи. В командных гонках ко многим секциям имеет доступ члены вашей команды, позволяя руководителю команды или споттеру менять настройки на свое усмотрение и получать данные автомобиля в гонке.